Как распознать преступника по отпечаткам пальцев, отличить фальшивую купюру от настоящей и установить, кто причастен к преступлению? Об этом и многом другом студентам правовой академии рассказали в ходе экскурсии сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД Дагестана. Узнавала все тонкости работы криминалиста и наш корреспондент Карина Баталова. Ей слово. Современная криминалистика не стоит на месте. На смену дедуктивным методам Коумса приходят новые технологии. Например, для того, чтобы выявить и зафиксировать отпечатки пальцев, используется цианно-акрилатовая камера. Благодаря ей эксперты смогут узнать, кому принадлежал этот пакет, в котором находились наркотики. Включилась камера. Данный аппарат, он более современный, у него присутствует вакуум. Мы включаем вакуум, там образуется вакуум. После этого включаем печку, она нагревается. И после всего этого мы видим на пакетах, что жировещество становится серого цвета. После чего мы можем спокойно с вами обработать его дактилоскопическим порошком и несколько раз мы можем его просто изымать на липкую ленту дактилоскопическую. Ну а в этой физико-химической лаборатории исследуется пищевая продукция, в частности алкогольная, маркирующие вещества и, конечно же, наркотики. Большую для сотрудников проблему представляют так называемые дизайнерские наркотики. Их на экспертизу поступает, кстати, больше половины от всей дури. Из года в год процент именно синтетических наркотических средств возрастает. К этой же категории относятся так называемые курительные смеси, спайсы их называют. Экскурсия продолжается. Студентам показывают ВК-200 – устройство для производства экспериментальных подрывов. Ну а это сравнительный микроскоп Лейка. При помощи него можно проверить гильзы и пули. Если с места происшествия изъяты какие-то пули либо гильзы и есть изъятое оружие, мы отстреливаем это оружие, получаем экспериментальные пули и гильзы, ставим на микроскоп и изъятые с места происшествия пули и гильзы и экспериментальные путем сравнения вот здесь проводим исследования. Идем дальше. Эту ДНК-лабораторию ввели в эксплуатацию год назад. Сюда на анализы стекаются все биологические вещдоки – частички кожи, кровь и пот. В основном здесь занимаются молекулярно-генетическими исследованиями, методом ДНК-анализа. С данной пробитки костный порошок. Кость нам приносят, фрагмент из кости. Мы его измельчаем в виде порошка. И в дальнейшем уже мы выявляем генотип этого человека. Это вот отстанки трупов. Отметим, экскурсия проводится в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Ежегодно в течение недели ученики образовательных учреждений совместно с общественным советом при МВД посещают различные подразделения ведомства. Здесь двусторонний воспитательный эффект. И работники МВД стимулируют себя. И они понимают, что через год придут молодые люди и будут задавать невкусные вопросы. И люди, молодежь, она видит, что есть огромное профессиональное сообщество людей, которые в разных отраслях. Принять участие в акции можно, подав заявку на официальном сайте МВД. Она продлится до конца января.